Всем добрый вечер еще раз. Извините за организационные вопросы в лекционное время. Если кто меня еще не знает, меня Георгий Иванов зовут. Я прочитаю две лекции про сортировки. Это второй модуль. Третий из вашего потока являюсь семинаристом. Поэтому кто-то знает, кто не знает. Давайте сразу посмотрим на план лекции. Вообще в течение модуля мы будем говорить про разные типы алгоритмов сортировок. Будем говорить о том, какие из них хорошие, какие не очень хорошие, как их можно улучшать и как вообще можно померить качество того или иного алгоритма. Для начала давайте зададимся вопросом, что такое сортировка. Что значит ассортировать какую-то последовательность? Вы можете определить строго математически, можете дать какое-то менее формальное определение. В общем, если у вас задана какая-то последовательность, и вы умеете сравнивать эти элементы этой последовательности, тогда вы можете поставить задачу об упорядочении элементов последовательности. таким образом, чтобы для любых двух соседних элементов из этой последовательности можно было бы сказать, что правый элемент не меньше, чем левый. Или, например, строго больше, чем левый. Можно вести более строгое определение, когда вы можете сказать, что для любой пары индексов и ж в массиве, если и меньше, чем ж, тогда вы можете утверждать, что элемент на этой позиции меньше или равен элементу на ж этой позиции. Вот сортировка называется любой алгоритм, который перепорядочивает элементы в таком порядке, что это свойство выполняется. Если вы проанализируете коды различных программ, тогда вы можете заметить, что это, наверное, одна из самых часто используемых функций вообще при создании программного обеспечения. И очень многие алгоритмы реализуются легче, если данные предварительно каким-либо образом упорядочены. Иногда можно гарантировать порядочность данных в приложении, даже если вы не пытаетесь отсортировать все данные, если у вас какие-то ограничения на входные данные есть. Но чаще всего при решении какой-то задачки можно написать решение из первых принципов, потратить на это какое-то время, а можно каким-то образом упорядочить данные и благодаря этому написать решение быстрее. Одним из примеров такой задачи является поиск. Давайте вспомним на семинарах первого модуля. Мы говорили про задачу поиска в неосортированном массиве. И в отсортированном массиве. Поиск в неосортированном массиве в худшем случае занимает линейное время. То есть вам в худшем случае придется перебрать все элементы массива для того, чтобы понять, для того, чтобы найти искомый элемент или понять, что его в массиве нет. В случае, если массив упорядочен, тогда вы можете сделать это за время порядка алгоритма от размера массива. Уже получаем существенное ускорение. Так, мы будем говорить про разные типы алгоритмов. Сначала начнем с самых простых, потом перейдем к более хорошим алгоритмам. То, что будет рассказываться в самом начале, наверное, не имеет практического приложения. А то, что будем рассмотреть в конце этой лекции и на следующей лекции, вам очень сильно поможет при решении домашних заданий. Ну, давайте посмотрим на самую простую задачу. Вообще, какой массив можно цифровать? Ну, наверное, для начала надо определиться с тем, что мы, в принципе, можем называть массивом. А массивом можно назвать любое множество, любое порядочное множество или счетное множество. Соответственно, можно задаться вопросом, сколько элементов может быть в массиве? Ну, может ли быть в массиве 0 элементов? Нет. Почему нет? Если может, может. Бессмысленно. Бессмысленно. Ну, это бессмысленно, если вы хотите с этими элементами делать что-то полезное. Если вам нужно множество как объект множества, тогда пустое множество — это очень важный объект. Математика без него не обходится, и с пустым множеством тоже надо уметь работать. Так, для пустого множества можно сказать, что любое пустое множество упорядочено, потому что там нет ни одной пары элементов. Следовательно, какую бы пару индексов и ижи вы не выбрали, для пустого множества можно сказать, что для них всегда будет выполняться свой упорядоченность, потому что таких пар нет. Соответственно, то же самое можно сказать для множества размером 1, и поэтому для таких массивов операция сортировки бессмысленна, ну или можно сказать, что любой такой массив упорядочен. Это означает, что задачка упорядочения массива начинает иметь смысл, когда размер увеличивается хотя бы до 2. Если размер массива 2, тогда вам достаточно провести одну операцию сравнения для того, чтобы понять, элементы стоят в нужном порядке или нет. Соответственно, если элемент стоит не в нужном порядке, вы их меняете местами и получаете упорядоченный массив. В случае, если элементов больше, код немножко усложнится, и вам придется проверить несколько большее количество, провести несколько большее количество сравнений между элементами, но, тем не менее, код также можно будет для фиксированного количества элементов в массиве написать просто без циклов, как единое дерево ветвлений. А код, который написан здесь или код с предыдущего слайда, какой-то практической значимости не имеет, он здесь написан главным образом для того, чтобы проиллюстрировать, что задачу сортировки массива фиксированного размера можно решить вот таким способом. То есть можно написать программу без использования циклов, которая будет просто с сравнениями отдельных элементов выбирать, в каком же порядке эти элементы должны следовать. Для этой программы можно нарисовать диаграмму. Соответственно, если каждую ветку операторов ветвления в этом коде назвать ветки дерева, или каждый оператор ветвления, каждое условие под оператором их назвать узлом, то мы получим следующую картину. В самом верхнем операторе ветвления мы сравниваем два элемента с индексами 0 и 1, и соответственно элементы 1 и 2. Если условие выполняется, тогда мы идем в одну ветку. Если не выполняется, идем в другую ветку. Поскольку для любой последовательности можно написать такую программу, то для любой последовательности можно нарисовать дерево. И верно еще и обратное. Давайте зададимся вопросом, какой длины может быть подобная программа, если мы захотим ей отсортировать массив размером, скажем, 10 или 20 элементов. Какого порядка будет количество строчек в этой программе? 2 в степени n. Почему 2 в степени n? Потому что у нас на всем случае проверить все элементы. А если это не... Ну ты же можешь проверить, как бы. Почему высота бинарного дерева? Как будто засыпать... В каждом узле дерево раздваивается. Это бинарное дерево. На самом деле вопрос, который я сейчас задаю, он является ключевым в анализе сложности алгоритмов сортировки. И ответ на него очень важен. Вообще, в принципе, для понимания того, насколько быстро такие алгоритмы могут работать. Давайте сначала ответим на вопрос, сколько у этого дерева может быть листьев. n плюс 1. Нет, у него сильно больше листьев будет. Вот 2 в степени n плюс 1. Нет, можно сделать сильно меньше. Можно... Нет, количество листочков можно сделать n factorial. А n logarithm main — это слогарифм вот этого числа. Вот. Понятно ли, почему количество листочков n factorial? Если вы рисуете хорошее дерево сравнение, то оно будет таким, что вы не сможете в одну и ту же ситуацию, в один и тот же порядок прийти двумя разными путями. Потому что если это происходит, значит вы делаете какое-то лишнее сравнение. Потому что вам его придется сделать в двух разных местах. А количество возможных листочков можно посчитать как количество возможных перестановок n элементов на массиве размер n. Получается ровный n factorial. Зная о том, что на... в каждом узле дерево раздваивается, вы можете оценить высоту этого дерева. А высота дерева будет соответствовать длине пути от корневой вершины до листочка. И, соответственно, будет равняться количеству узловых вершин, которые вам надо пойти для того, чтобы попасть в какой-то листочек. А значит, будет равна количество условных операторов, условия в которых вам придется вычислить для того, чтобы попасть в соответствующий листочек. Итак, количество листочков в дереве n factorial. Длина пути — это логарифм от количества листочков в дереве, если дерево построено хорошо. И, таким образом, размер всей программы будет пропорционален суммарному количеству листочков в дереве, то есть n factorial. А время работы этой программы будет логарифм от этого количества, то есть n логарифм n примерно. Мы покажем, что логарифм от n factorial — это примерно n логарифм, n. Вот. Таким образом, можно сделать два важных вывода. Во-первых, если написать такую программу для большого n, то она просто не влезет в память компьютера, потому что функция n factorial растет очень быстро. И поэтому, если вы хотите отсортировать массив в итоге, то вам надо придумать алгоритм, который, ну, по внешнему виду отличается от вот этого. А второе — то, что даже такая программа, которая имеет очень большой размер для большого n, будет работать достаточно быстро. Ну, если она, конечно, в память загрузится. Когда я говорил про то, что дерево можно нарисовать хорошим, можно нарисовать не очень хорошим, я имел в виду то, что в хорошем дереве не должно быть дублирующихся операций или лишних операций. Например, если мы выполняем последовательно два сравнения, сравниваем 1 и 2 и знаем, что 1 меньше 2, затем сравниваем 2 и 3 и знаем, что 2 меньше 3. Нужно ли нам сравнивать два элемента 1 и 3? На самом деле не нужно, потому что если множество, с которым мы работаем, обладает свойством порядочности, то там будет выполняться такое следствие, что если a меньше b, а b меньше c, то a меньше c. Вот таким образом, если построить дерево, в котором вот таких ситуаций не будет, тогда можно доказать, что количество листочков в нем не будет превышать n-факториал, а это значит, что если его хорошо построить, то его высота не будет превышать n-грифмен. А как мы сказали, писать такую программу для больших n неудобно. Кто-нибудь хочет написать этот код для n равно 4? Вот вам не хочется уже для n равно 4 писать, а иногда надо сортировать массивы размера тысячи или больше, или миллион. Люди пишут программы, которые умеют это делать, но, наверное, это надо делать каким-то другим способом. Вот. Таким образом, несмотря на то, что мы нашли простой вид программ, который сортирует массивы фиксированного размера, нам нужен код, который умеет сортировать массивы произвольного размера. Возможно, ваше приложение будет работать с массивами фиксированного размера, Но из-за того, что алгоритмы, которые умеют сортировать массивы произвольного размера, обычно легче, занимают меньше места и достаточно хорошо работают, то используют в основном их. Так, дальше мы будем говорить только про алгоритмы общего вида, которые могут работать с массивом любого размера. Сначала мы поговорим про простые алгоритмы. У всех них в худшем случае достигается квадратичная сложность, и их код очень похож друг на друга. Давайте их последовательно рассмотрим. В прошлый раз ваши коллеги жаловались о том, что эта тема очень простая, я потратил на нее много времени, поэтому сегодня я постараюсь вложиться в меньший отрезок времени. Итак, рассмотрим первый алгоритм, который называется сортировка выбором. Идея этого алгоритма очень простая. Мы будем из какого-то неупорядоченного множества выбирать по одному элементу. И мы будем выбирать не произвольный элемент, а мы будем выбирать особые элементы, которые будут обладать таким свойством, что при добавлении их в конец отсортированной части, отсортированная часть будет продолжать оставаться отсортированной. Как это можно сделать? Давайте скажем, что у нас вначале есть некая отсортированная часть размером 0, ведь любой массив размера 0 отсортирован, и есть оставшаяся часть массива, которая не отсортирована. Поставим между ними границу, и будем из всего массива выбирать всегда, из не отсортированной части будем выбирать всегда наименьший элемент. Если мы выбираем наименьший элемент из не отсортированной массива, и мы при этом знаем, что в не отсортированной части все элементы больше, чем, больше равны, чем любой элемент из отсортированной части, тогда минимальный элемент из отсортированной части будет элементом, который эти две части на самом деле может разделять. Во-первых, он будет больше или равен, чем любой элемент из отсортированной части, а во-вторых, он будет меньше или равен, чем любой другой элемент из отсортированной части. Так, берем отсортированную часть, выбираем этот минимальный элемент, переносим его на эту позицию и смещаем границу между частями на один. Получается операция, которую можно продолжать до тех пор, пока отсортированная часть не закончится. И эта операция обладает важным свойством. В любой момент она к упорядоченной части добавляет еще один элемент, оставляя ее упорядоченной. Поскольку мы знаем, что элементы добавляются в порядке неубывания, то это гарантирует нам, что упорядоченная часть, когда неупорядоченная закончится, будет являться копией нашего массива, только отсортированной. Если... Вот эта операция выбора минимального элемента наш тоже непростая. Да. В какое время можно выбрать минимальный элемент в массиве? А сколько всего шагов будет в этом алгоритме? Итерации в псевдо-алгоритме, который только что рассказал, n, но каждый шаг в худшем случае работает n квадрат. Каждый шаг в худшем случае работает n, итоговая сложность получается n квадрат. Все верно. Здесь можно сделать маленькую ремарку, что на каждой итерации вы будете тратить разное количество шагов для того, чтобы выбрать минимальный элемент. Где-то вы можете потратить больше, где-то можете потратить меньше. И если точно посчитать количество операций сравнения, оно окажется немножко меньше, чем n квадрат, ну хотя бы в два раза меньше. Давайте посмотрим на код этого алгоритма, как такое можно реализовать. Посмотрим на внутренний цикл, которым мы будем выбирать минимальный элемент. Мы запомним некую позицию, которую назовем индекс минимального элемента, и будем каждый следующий элемент с ним сравнивать. Если элемент оказывается меньше, чем элемент, стоящий на той позиции, которую мы запомнили, мы запомним новое значение индекса и пойдем дальше. Так, когда вот этот цикл закончится, в переменной minimal index будет храниться индекс минимального элемента из правой части массива. После этого мы поменяем его местами с элементом на этой позиции. Ну, все знакомы с функцией swap. Это стандартная функция, которая меняет значение двух переменных местами. Если переменные одинаковые, или это одна и та же переменная, функция ничего не делает. Вот, так, если все элементы упорядочены, тогда minimal index будет в точности равно i. Это означает, что функция swap попытается поменять местами значение одной и той же переменной, в итоге он ничего не сделает. Вот, если minimal index будет отличаться, то мы и запишем значение minimal index, а какой-то элемент с этой позиции положим куда-то в неосортированную часть массива. Вот, поскольку эта операция будет выполняться циклично для всех возможных значений i, здесь n-1 возможное значение i, то, когда она завершится, у нас будет уверенность, что весь массив составлен из отдельных его элементов, которые выбраны в порядке неубывания. Таким образом, он будет отсортирован. Есть ли у кого-то вопросы про этот алгоритм? Давайте теперь еще раз подумаем, как долго он будет работать, сколько ресурсов он скушает. Обычно, когда анализируют алгоритмы сортировки, вообще любые алгоритмы, тогда пытаются говорить об их сложности. Можно говорить о сложности в целом, как о количестве операций процессора, которые необходимо сделать, чтобы алгоритм завершился. Можно говорить о свойстве вычислимости и невычислимости алгоритмов. Ну, это фундаментальное свойство компьютерных программ вообще. По большей части вы работаете с теми программами, которые вычисляются. Ну, если они не вычисляются, то, наверное, вы в тестирующей системе получите что-нибудь типа runtime error, или это time limit exceeded, или еще что-нибудь. Вот. А когда говорят про алгоритмы какого-то узкого краса, тогда часто удобно выбрать какое-то подмножество базовых операций и считать сложность алгоритмов в этих базовых операциях. Часто бывает, что такая операция одна. В старых компьютерах процессор выполнял все операции либо за один такт, либо за два такта, и поэтому можно было посчитать просто количество тактов процессора, которые необходимы для того, чтобы выполнить программу. Сейчас ситуация сильно отличается, потому что различные команды могут выполняться совершенно разное время, и время выполнения отдельных команд может отличаться, скажем, в 10 или в 100 раз на современном компьютере с процессором 86-й архитектуры. Поэтому разумно считать какие-то базовые операции, и такими операциями для сортировок, которые базируются на сравнении отдельных элементов, являются операции сравнения и операции копирования или перемещения. Вот. Обычно можно... Любой алгоритм, который можно написать с использованием операции копирования, можно также написать с использованием операции перемещения. И почти всегда можно сделать наоборот. Поэтому сложность, записанная в терминах количества этих операций, на самом деле эквивалентна. Так, когда вы говорите про сложность алгоритма, вам обязательно надо считать количество сравнений, когда вы говорите про сложность алгоритма сортировки, и обязательно надо оценить количество копирований, которые будут сделаны. Часто получается так, что количество этих операций оказывается сильно разными. Вот. В алгоритме сортировки выбором оказывается, что количество операций перемещения не будет превосходить размер массива. Ведь мы на каждой итерации внешнего цикла перемещаем ровно один элемент. Мы один раз выполняем функцию swap на каждой итерации внешнего цикла. Значит, что функция swap будет выполнена не больше, чем n-1 раз. Таким образом, если вы запустите алгоритм сортировки для массива размера 1, ни одна операция swap не выполнится, потому что вы просто не зайдете во внутренний цикл. Если размер массива будет 2, здесь выполнится одна операция swap. А вот количество операций сравнения может быть значительно больше. И оно не может превосходить количество итераций внутреннего цикла, то есть не больше, чем n-2 по парам. Таким образом, для самого простого алгоритма сортировки, которую только можно написать, количество операций сравнений и количество операций копирования оказываются разным. Это означает, что когда вы говорите про сложность алгоритма сортировки, вы не можете просто сказать n-квадрат. Вам надо говорить n-квадрат копирований и n-перемещений или n-квадрат перемещений и n-квадрат копирований. Что-нибудь такое. Оказывается, что для данных разных типов стоимость этих операций существенно отличается. Например, бывают данные, которые очень тяжело сравнивать. Бывают данные, которые очень тяжело перемещать. Например, если речь идет про какие-нибудь сложные системные объекты или про какие-нибудь файловые дескрипторы с навешанной на них мета-информацией, то их, наверное, перемещать будет не очень удобно. Можно придумать пример объекта, который тяжело сравнивать. Например, это могут быть какие-то записи в базе данных или какие-то очень длинные строки. Допустим, у нас есть строки, и длина каждой из них может быть миллион. Это означает, что, чтобы сравнить две строки, вам надо сделать порядка миллиона операций, потому что строки могут отличаться последним символом только. Соответственно, если ваш алгоритм имеет сложность по количеству операций сравнения n-квадрат, то сортировать им данные, у которых стоимость операции сравнения высокая, наверное, не надо. Давайте пойдем дальше. Поговорим про алгоритм сортировки вставками. Этот алгоритм очень похож на предыдущий. Мы тоже будем делить массив на две части. Мы тоже будем говорить, что одна отсортированная, другая не отсортированная. Но теперь мы будем действовать немножко иначе. Мы из неосортированной части будем брать произвольный элемент. Ну, если произвольный, значит крайний, потому что это проще всего. И искать ему позицию вставки в отсортированной части. Вот. Эта задачка, опять же, решается путем композиции каких-либо двух задачек с первого модуля. То есть если у вас есть произвольный элемент, например, 78, вы хотите найти для него позицию вставки вот в этом массиве. Вы можете вспомнить решение задачки о поиске элемента. И в первом модуле у вас была, почти у всех была задачка найти с помощью бинарного поиска что-то в массиве или линейным поиском что-то найти в массиве. Вот. Вы можете линейным поиском, либо начиная с этого конца, либо начиная с этого конца, найти тот элемент, после которого вам надо поставить значение 78. Ну, так получается, что 78 больше, чем самый правый элемент отсортированной части, поэтому 78 должно остаться на своем месте. Следующий элемент, который надо вставить на следующей итерации, это 45. Вы ищете позицию вставки для него. 45 меньше 78, поэтому вы делаете один шаг. 45 больше 23, поэтому 45 остается здесь. Вот. Анализировать этот алгоритм можно прямо таким же способом, как предыдущий. Вы проводите n-1 итерацию, и на каждой итерации состояние, когда один массив отсортирован, второй не отсортирован, вы переводите в аналогичное состояние, где правый массив отсортирован, левый массив не отсортирован. Таким образом, когда вы дойдете до последней итерации, и размер правой части будет 0, у вас будет гарантия, что весь массив отсортирован. Поскольку вы просто заменяете элементы в массиве, состав массива не меняется, то вы можете гарантировать, что это тот самый исходный массив, просто переупорядоченный. Ну и самый важный момент для того, чтобы доказать, что корректность этого алгоритма доказывается по индукции, соответственно, вам надо идти из какого-то начального состояния, когда вы будете говорить, что вы инициализируете алгоритм состоянием, где левый массив отсортирован. Ну, поскольку, как мы уже знаем, любой массив размера 1 является порядочным. Поэтому здесь свойство выполняется, и по индукции оно выполняется до последней итерации. Если у вас вопросы, давайте посмотрим на код, который может это сделать. Мы будем идти во внешнем цикле, начиная с позиции 1. С позиции 1 мы идем, потому что на нулевой позиции элемент стоит уже на своем месте, потому что это отсортированный массив размера 1. Так, мы берем следующий элемент и пытаемся уменьшать индексы, пытаясь найти истинную позицию вот этого элемента, куда его нужно поставить. Мы во внутреннем цикле сначала запоминаем новый элемент, потом смещаемся до тех пор, пока видим, что этот элемент стоит не на своем месте. И мы пытаемся сдвигать ту часть отсортированного массива, который состоит из элементов, которые больше, чем тот элемент it, который мы пытаемся вставить на нужную позицию. Если вот это условие в цикле ни разу не выполняется, тогда мы просто выходим из цикла и записываем в житый индекс, который равен, и то же самое значение, которое было здесь. Ничего не происходит. Если хотя бы одна итерация цикла случается, тогда мы один элемент смещаем. Если две итерации цикла случаются, тогда мы смещаем два элемента. И этот элемент записан на освободившееся место. Так, алгоритм очень похож на предыдущий. Здесь тоже два вложенных цикла. И давайте посчитаем его сложности. Сколько здесь будет операций сравнения в худшем случае? Под сравнениями принимаются операции сравнения элементов массива. То есть вот это не сравнение. Несмотря на то, что там тоже проверка больше-меньше. n на n не соединяет полу. Да. А количество операций копирования? Смотрите, в худшем случае вот этот цикл будет всегда доходить до конца массива. То есть вот это сравнение всегда будет возвращать true. В этом случае количество операций сравнения будет в точности равно количеству операций копирования, но минус один на каждую итерацию внешнего цикла, потому что здесь еще одно копирование есть. Таким образом, и то, и другое будет иметь оценку n квадрат или n квадрат пополам. Просто одно будет на n больше, чем другое. Итак, у этого алгоритма оказывается сложность n квадрат по количеству сравнений, в худшем случае, и n квадрат по количеству операций копирования. Но у него есть один большой, одно большое преимущество. Можно подать ему на вход такие данные, чтобы он работал значительно быстрее. Оказывается, что если внутренний цикл не будет делать ни одной итерации, то есть если вот это условие никогда не будет выполняться, тогда алгоритм отработает за время от n. Таким образом, мы приходим к ситуации, когда мы можем говорить, что один и тот же алгоритм может иметь разную сложность в зависимости от данных, которые поддаются ему на вход. Ну, вы можете сказать, что вы с такими задачами уже имели дело в первом модуле, когда, например, вас просили количество нулей в факторе Али найти, ведь сложность этого алгоритма тоже зависит от числа, которое на вход подается. Но здесь мы можем подавать массивы одинакового размера на вход алгоритма сортировки и заставлять его таким образом работать за разное количество времени. Он будет делать разное количество операций сравнения, разное количество операций копирования. Вот этот алгоритм лучше тому доказательства. Вот. Таким образом, мы можем говорить про сложности алгоритма, которая зависит от данных, передаваемых в алгоритм. И поскольку разнообразие всех данных, которые можно захотеть отсортировать, очень большое, имеет смысл говорить о верхней оценке, о сложности в худшем случае, о нижней оценке от сложности в лучшем случае и о сложности в среднем. Обычно, когда занимаются анализом алгоритмов, тогда интересуются именно оценкой в худшем случае. Но есть ряд ситуаций, когда оценка в худшем случае сильно плохая, а оценка в среднем оказывается достаточно оптимистичной. И такие алгоритмы тоже часто используют. Тем не менее, существуют приложения, в которых должны использоваться только оценки в худшем случае. Обычно такие требования предъявляются в очень ответственных проектах, например, в космической технике или в атомной энергетике. Но если вы собираетесь писать компьютерные игрушки, то там таких жестких требований обычно нет. То есть ничего страшного не случится, если у одного пользователя из миллиона игрушка зависнет. Ну, перезагрузит компьютер, в крайнем случае. Но если речь идет об управлении, например, атомной станцией, то там зависание компьютера недопустимо в принципе. Давайте посмотрим, в чем оценку. В лучшем случае мы получаем линейную сложность, в лучшем случае получаем сложность n2. Есть еще один интересный случай, который алгоритм сортировки, который очень похож на два предыдущих. Это алгоритм сортировки пузырьком. Есть классическая реализация этого алгоритма, которая всегда работает за n2, даже когда вы подаете ему на фото отсортированный массив. Есть реализация улучшенная, которую, если вдруг решите написать алгоритм, похожий на этот, рекомендую писать. Он отличается от предыдущего тем, что вы в какой-то момент можете понять, что вам не надо делать все итерации, вы можете завершить алгоритм раньше. Я бы проиллюстрировал его работу диаграммой. Идея алгоритма очень простая. Вы определяете такую операцию, когда вы будете бежать указателем по массиву. Если элементы стоят в нужном порядке, вы будете смещать указатель. Если элементы стоят не в нужном порядке, вы меняете два элемента местами и смещаете указатель вместе с минимальным элементом. Таким образом получается, что изначальный массив можно представить себе как, например, скатерть со складками. Вы бежите по этой скатерти в какой-то момент, ну, например, с этого конца. Если вы встречаете в складку, вы ее разглаживаете и все равно продолжаете бежать. И за каждый раз вы можете разглядеть одну складку при шаге к каждому следующему элементу. Но может получиться так, что, например, вот здесь нет складки, здесь элементы стоят упорядочены, а здесь они неупорядочены. Вы меняете два вот этих элемента местами, и в итоге вот этот с этим оказывается неупорядоченными. Но можно доказать, что если вы несколько раз пробежите через массив, тогда за каждый проход у вас количество элементов, которые стоят не в том порядке и при этом стоят рядом, будет уменьшаться хотя бы на один. Таким образом вы можете гарантировать, что суммарное количество проходов, которые вам придется сделать, не будет превышать n-1. Но может получиться так, что за первый проход вы не встретите ни одной складки, и тогда вы сможете сказать, что вся последовательность упорядочена. Таким образом получается алгоритм, который с одной стороны работает практически так же, как алгоритм сортировки выбором, потому что, проходя по всему массиву, вы выбираете минимальный элемент. С другой стороны, он может работать быстрее, потому что ему не обязательно делать n-1 итерацию внешнего цикла, он может завершиться из-за n итераций. Давайте посмотрим на код. Так. Нет, простите. Код с этого секретного алгоритма я не покажу. Давайте теперь немножко вернемся назад и подумаем, как можно ускорить алгоритм сортировки вставками. Итак, вспомним. Мы делим массив на две части. Говорим, что одна часть неупорядоченная, другая часть упорядоченная. Мы берем произвольный элемент из неупорядоченной части и ищем для него оптимальную позицию упорядоченной части. Мы написали алгоритм, который делает это за линейное время, ну, просто последовательно сравнивая соседние элементы и меняя их местами в том случае, если это необходимо делать. Оказывается, найти позицию вставки можно за меньшее время. Для этого достаточно воспользоваться бинарным поиском. Но если мы вычислим позицию вставки с помощью бинарного поиска, мы потратим в худшем случае суммарно на все операции сравнения n-логарифма n-времени. Но при этом нам придется в худшем случае реализовывать какое-то количество вставок в массив. Мы можем подобрать самый худший вариант, когда вставку придется всегда делать в самый левый элемент массива. И таким образом при вставке каждого элемента нам придется весь массив сдвигать. Сначала нам придется сдвинуть один элемент, потом два элемента, три элемента. И так нам придется сделать n-вставок и суммарно переместить n-квадрат пополам элементов. Таким образом мы получаем алгоритм, который будет делать маленькое количество операций сравнения, но в худшем случае n-квадрат операций перемещения. Давайте посмотрим. Как это можно написать? Ну, откуда-то берете функцию бинарного поиска. Я уверен, что все могут ее написать самостоятельно. Ну, в крайнем случае можно взять и в стандартной библиотеке. И на необходимую позицию вставите нужный вам элемент. Как это можно сделать? Можно написать цикл и скопировать все элементы, начиная с позиции вставки до конца неосортированной части, в соседний элемент. А потом на освободившуюся позицию вставить тот элемент, который вы должны поместить. Тот элемент, который вы выбираете из неосортированной части, вы можете поместить просто на новую позицию. Если вы напишите так, то алгоритм будет работать довольно медленно, но оказывается его можно оптимизировать. Оптимизировать не в плане уменьшения симпатической оценки, а в плане написания более эффективного кода. Вы можете выполнить операцию memmove, которая работает сильно быстрее, чем копирование элементов по одному, но делает при этом то же самое. Если вы так сделаете, то вы получите алгоритм с той же самой симпатической сложностью, то есть у него сложность будет тоже n квадратов, но при этом множитель при квадратичном слагаемом окажется сильно меньше, чем множитель при слагаемом n логарифмен. И таким образом вы получите алгоритм, который на маленьких объемах данных работает с оценкой сложности n логарифмен, а на больших с оценкой n квадрат. То есть для больших массивов, скажем, размером порядка 1000 или 10000, его будет запускать неэффективно, а для массивов меньшего размера он будет работать очень хорошо. Так, ну, про простые сортировки я весь материал рассказал. Давайте теперь поговорим про хорошие алгоритмы сортировки. Ну, хорошее — это очень условное понятие. Мы будем говорить дальше про алгоритмы сортировки, которые обладают сложностью n логарифмен. Как мы заметили в начале лекции, если вы хотите отсортировать какую-то последовательность и используете для этого дерево сравнений, то вы всегда можете нарисовать дерево, высота которого не будет превышать онлогарифмен. Таким образом, если вы используете какой-то алгоритм общего вида, который может работать с массивами любого размера, то неплохо, если он украдывается в эту оценку. Возможно, этот алгоритм при своей работе сделает сравнения, которые не очень оптимальны, но их количество не будет сильно превышать величину n логарифмен. Скажем, не будет превышать ее больше, чем в 2 раза или больше, чем в 1,5 раза. Давайте еще раз подумаем, почему количество… почему нельзя написать алгоритм сортировки, который основан на сравнениях, который бы работал за время менее, чем n умножить на алгоритм n. Если вы пишете алгоритм, который базируется на попарных сравнениях элементов, то это означает, что логику работы вашего алгоритма, просто как процессор проходит через алгоритм, в каких состояниях он может находиться, вы можете отобразить на бинарном дереве, потому что в каждый момент времени вы сравниваете только два элемента между собой, и при этом вы получаете какую-то информацию, которую вы можете дальше распорядиться. Таким образом, любой алгоритм, который базируется на попарных сравнениях, можно нарисовать в виде бинарного дерева, и вопрос только о его высоте, его количестве листочков. Соответственно, количество уникальных листочков вы знаете n! Если алгоритм хороший, то у него все листочки разные, значит, что вы можете посчитать минимальную высоту дерева. Это один подход. Второй подход, немножко другой. Когда вы говорите про сортировку массива, вы на задачку можете смотреть не на как переставление отдельных элементов, как вот прям процесс, когда вам надо элементы двигать как будто бы это ящики, а вы можете говорить, что множество всех перестановок n элементов конечные, вы знаете их количество всего, я повторял, и вы можете предположить, что кто-то занумеровал все перестановки, и алгоритм сортировки говорит вам номер нужной перестановки. А вам всего лишь, вам не нужно искать этот номер перестановки, вам всего лишь нужно посмотреть в справочник и переставить элементы в том порядке, в котором они вжат в справочнике. Но поскольку количество возможных перестановок n факториал, то вам понадобится хотя бы логарифм вот этого количества бит информации для того, чтобы номер перестановки записать. То есть если у вас есть некий сервис, которому вы можете отправить массив, а он вам назад вернет номер перестановки, то номер перестановки будет занимать хотя бы n умножечного грифма n памяти. Таким образом, даже если у вас есть некий компьютерный разум, который там, суперразум, который возвращает номер перестановки просто после одного взгляда на массив, то даже запись этого номера будет занимать какое-то время. Вот. Дальше мы будем говорить про алгоритмы, которые в эту оценку украдываются, либо гарантированно украдываются, либо в среднем украдываются. Так, следующая тема — это пирамидальная сортировка. Для того, чтобы рассказать, что такое пирамидальная сортировка, надо сначала рассказать, что такое пирамида или куча. Кучей можно назвать частично порядочное множество, для которого можно выписать следующие свойства. Это будет бинарное дерево, оно будет обладать полнотой в некотором смысле, и оно будет частично порядочено по следующему принципу. Для каждого элемента, у которого есть потомки, мы будем говорить, что свойство порядочности кучи выполнено в случае, если значения, записанные в потомках, меньше, чем значения, записанные в узле. Сейчас я найду слайд, на котором элементы упорядочены с точки зрения кучи. Вот эта картинка нам подходит. Сейчас мы к ней придем. Для того, чтобы мы могли про какое-то множество сказать, что это куча, ну, бинамиальная куча, то надо, чтобы еще некоторые условия выполнялись, надо, чтобы это было бинарное дерево, и оно было полным в следующем смысле. У него должны быть все уровни заполнены, кроме, возможно, последнего, и последний уровень должен быть заполнен с одного края. Вот таким образом, если такие свойства выполняются, то бинарное дерево можно отобразить на массив. Можно же нумеровать все элементы, последовательно сказать, что первый элемент, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и так далее. Если вы так сделаете, тогда вы можете заметить интересное свойство, что переход от родительского элемента к дочернему будет выражаться в простых арифметических операциях над индексами. В самом деле, для любого элемента k можно сказать, что его дочерний элемент имеет индексы 2k и 2k плюс 1 в случае, если индексация начинается с единицы. Если индексация начинается с нуля, то, соответственно, 2k плюс 2 и 2k плюс 1. Что можно делать с кучей? Во-первых, поскольку кучу можно, с одной стороны, считать массивом, с другой стороны, можно считать деревом, в любом случае это множество, значит, можно говорить об операциях добавления в кучу и извлечения из кучи. Нас будут интересовать такие операции, которые после своего проведения возвращают массив в состояние, где свойства кучи опять выполняются. То есть нас будут интересовать, чтобы выполнялось свойство полноты, чтобы дерево было заполнено полностью за исключением, возможно, последнего слоя, и чтобы выполнялось свойство порядочности. Давайте сначала рассмотрим операцию вставки. Давайте найдем следующее свободное место в массиве. Соответственно, это будет либо следующая незанятая ячейка в последнем слое, либо место в новом слое, если нам дали кучу, у которой все уровни заполнены полностью. Мы ставим туда элемент. Далее рекурсивно проводим следующую операцию. Мы будем сравнивать элемент с его родителем и проверять, в нужном ли порядке они стоят. Если они стоят в нужном порядке, это означает, что можно гарантировать, что свойство порядочности во всей куче не нарушено, поскольку если вновь вставленный элемент меньше, чем его непосредственный предок, то это значит, что он меньше, чем и его предок следующего уровня и так далее, до самого корня. Если же это свойство не выполняется, и нам пришлось поменять элементы местами, тогда такое условие уже выполняться не будет, и нам придется сделать еще одну проверку между этим элементом и этим элементом. И таким образом мы дойдем до самого корня и как максимум сделаем количество операций, которое будет пропорционально на высоте дерева. Поскольку дерево бинарное, то можно ограничить его высоту, как логарифм, от количества элементов по основанию 2. То есть для того, чтобы вставить элемент в кучу, нужно выполнить не больше, чем логарифм n количеств операций. Вот. Важный момент, что возможно при вставке элемента нам не придется сделать ни одно это. Нам придется сделать вводную операцию сравнения, и никакие два элемента местами менять не придется. Также возможна ситуация, когда нам придется поменять элементы после всех попарных сравнений. То есть в худшем случае мы вставим элемент, который в итоге дойдет до вершины. Вот. Ну, здесь мы специально вставляем плохой элемент. z последняя буква фрита, то есть если вы ее лексикографически сравните с буквой u, z окажется больше. Вы меняете два этих элемента местами, затем здесь оказывается z, здесь u, вы z сравниваете с x. z оказывается в корне, здесь оказывается x, здесь оказывается u. Внимание, вопрос. Почему после того, как вы вновь вставленный элемент протянули до самой вершины и поменяли элементы здесь и здесь, вам не надо снова проверять, что вот эти два элемента будут на своих позициях. Потому что они до этого уже были. Да, они были, но вы же их подвинули. Отношения между ними сохранились. А если a больше b, а b больше c, а b больше c? Да. Очень важно, что когда мы поднимаем вновь вставленную вершину по единичке наверх, то мы как будто бы тащим пузырек внутри последовательности, мы не можем поменять относительный порядок любых двух других вершин из этой последовательности. Это означает, что если мы взяли массив, обладающий свойством кучи, и вставили туда какой-то элемент, протянули его до самой вершины, то это свойство выполнится во всех ветках, и в той, по которой мы прошли, и в той, по которой мы не прошли. Итак, мы разобрали операцию вставки, которая работает за урифмическое время. Соответственно, мы эту операцию можем использовать над каким-то массивом, для которого свойство кучи выполняется, и последовательно туда добавлять элементы по одному. Давайте рассмотрим самый простой случай. Какой размер может иметь минимальная куча? Я знал, что кто-то не верит, что куча может быть пустой. Вот если куча может быть пустой, вы вставляете один элемент, поскольку свойство упорядоченности записывается как некое условие над каким-то подмножеством пар элементов из кучи, то любое такое условие для куч размером 0 и размером 1 будет выполнено. Ну, в самом деле, там нет ни одной пары элементов. Итак, мы можем взять кучу размера 0, вставить туда элемент, проверять свойство упорядоченности не нужно, потому что там пар нету. Потом вставить еще один элемент, и после этого придется проверять, в нужном они порядке стоят или нет. Таким образом, можно взять кучу и вставить туда любое количество элементов. Ну, если мы научились работать с кучей, научились ее собирать, давайте подумаем, как из нее элементы извлекать. Элементарной операцией извлечения скотчей является операцией извлечения максимума. Куча обычно упорядочивается так, что самый большой элемент лежит на вершине. Ну, если ваш алгоритм работает с элементами, которые не обязательно различные, тогда между элементом, который лежит на вершине, и всеми остальным будет выполняться условие, что элемент на вершине больше или равен, чем все остальные элементы. Таким образом, можно составить кучу из одинаковых элементов, вы не сможете сказать, что какой-то из них больше, чем другой. Ну, сможете сказать, что элемент на вершине больше или равен, чем остальные. Понятно, что из кучи можно извлечь любой элемент с последней позиции в массиве, но это не имеет практического смысла, и обычно, когда говорят про извлечение из кучи, говорят про извлечение максимального элемента, то есть про извлечение вершины. Стандартный алгоритм, который позволяет сделать это, работает следующим образом. мы меняем элемент на вершине и самый последний элемент кучи. Делаем мы это для того, чтобы легко извлечь вот этот последний элемент. После того, как мы поменяли его местами с вершиной, мы знаем, что если мы этот элемент просто удалим, то есть, допустим, наша куча представляется каким-то динамическим массивом, мы в отдельной переменной храним ее размер. Мы просто уменьшаем переменную, в которой хранится размер кучи, и таким образом вот этот элемент оказывается за скопом. Мы и дальше можем не рассматривать. Таким образом, извлечение вот этого последнего элемента из кучи, последнего, в смысле не по порядку последнего, а последнего по номеру самого большого, происходит за от единицы. А вот чтобы удалить вершину, нам нужно сделать более сложную операцию. Мы меняем местами вершину с этим последним элементом, элемент удаляем, а потом в том, что осталось, начинаем восстанавливать свойство кучи. Как это можно сделать? Если при вставке мы добавляли какой-то элемент, который непонятно в каких отношениях находится со своими соседями вниз, то сейчас мы такую неоднородность создаем сверху. И мы можем гарантировать, что если какие-то неупорядоченности среди элементов, связанных отношениями родителей-потомок, есть, то они могут быть вот здесь на вершине. Если вот эти элементы после перемещения последнего находятся в нужном порядке, тогда мы можем гарантировать, что вся остальная куча также упорядочена. Ну, просто из свойства, что если а меньше b, а b меньше c, то а меньше c. Вот. Если же это условие не выполняется, то нам надо каким-то образом этот локальный конфликт разрешить, а потом подумать, может ли этот конфликт переместиться куда-то еще. Так, предположим, что вновь вставленный элемент окажется не на своем месте. Ну, в самом деле, когда мы хотим удалить z, мы z меняем с u, u оказывается здесь. u больше, чем t, но меньше, чем x. Это означает, что u и x нам придется поменять здесь местами, x встанет сюда, u сместится сюда. Ну, здесь машины не будет, куча вернется в нужное состояние. Вот. Оказывается, если вы меняете корневой элемент с каким-то из его потомков с целью разрешения неупорядоченности кучи, то эта неупорядоченность может с корневого уровня сместиться на один уровень вниз. И вам придется эту операцию провести рекурсивно. Можно доказать, что когда вы проводите такую операцию, то в более верхних уровнях неупорядоченность не появится, но она может смещаться вниз. В какой-то момент она может исчезнуть. Она может дойти до самого низа кучи, может исчезнуть раньше. Поэтому алгоритм извлечения из кучи также может работать разное время. Он может завершиться за вот единицы. Если все элементы в куче, например, одинаковые, и как бы вы их не меняли местами, всегда свойство упорядоченности выполняется. Может завершиться за время не хуже, чем вот алгоритм MEN, что является оценкой высоты кучи. Теперь вы владеете двумя важнейшими операциями, которые можно проводить с кучей. И вы можете с помощью этого написать алгоритм сортировки. В самом деле, давайте думать, что мы имеем дело сначала с пустой кучей, вставляем туда все элементы, потом последовательно извлекаем максимальный элемент. Поскольку вы извлекаете элементы в порядке невозрастания, или если не все различные, то в порядке убывания, то вы их можете просто вставить в какой-то массив и вернуть этот массив. замечательной особенностью кучи, которая позволяет писать особо эффективные алгоритмы сортировки с ее использованием является то, что при извлечении элемента, элемент физически из массива, на котором построена куча, не извлекается, вы просто уменьшаете переменную, которая отвечает за размер массива. Таким образом, после того, как вы извлекли все элементы из кучи последовательно по одному, они оказываются все равно расположены в массиве, который отображает кучу в памяти. Таким образом, вы этот массив просто возвращаете. Так, секунду. Давайте еще раз посмотрим на код. Вы по одному вставляете элементы в изначально пустую кучу, потом по одному элементы извлекаете и возвращаете в финальный массив. Оказывается, этот алгоритм можно писать лучше. Вот. Ну, давайте сначала проанализируем его время работы. Какие у вас будут оценки для времени работы этого алгоритма? Н-логарифм, да. Почему? Ну, потому что одна вставка в алгоритм занимает нас и на гементу. Да. Мы сначала н раз вставили в алгоритм, и потом и застали. Да, но тут маленькая ремарка на самом деле немножко быстрее, потому что вставка в кучу занимает алгоритм, н, где н — это размер кучи в данный момент. Вначале куча имеет нулевой размер, то есть одна операция, потом алгоритм от двух, потом алгоритм от трех и так далее. То есть, получается, вам надо просуммировать ряд алгоритм от к плюс один, где к — это номер операции. Найти такую сумму n от единицы, k от единицы до n. Вот. Потом то же самое для извлечения сделать, но это все можно сверху ограничить как n-algorithm, да. Вот. Оказывается, что алгоритм, который работает точно так же, можно написать быстрее, потому что кучу можно построить за линейное время от количества элементов. Это может показаться необычным, то есть куча — это структура, это не отсортированный массив, но это структура, в которой есть частичная порядочность. То есть вы для всех элементов, которые связаны отношениями родителей-потомок, можете сказать, какой из них больше. Ну, или какой из них больше или равен. к какому. Вот. Оказывается, что такую структуру можно сдать за линейное время. Сделать это можно следующим способом. Когда вы вставляли элементы по одному в кучу, тогда вы добавляли новый элемент в конец массива и пытались разрешить неупорядоченность в этих в куче всегда снизу-вверх. Вот. В случае, когда вам сразу все элементы даны, которые надо поместить в кучу, вы можете действовать иначе. Вы можете пройти по нижнему уровню деревянной структуры, которая еще не обладает свойствами кучи, и восстановить свойства упорядоченности там. Ну, для самого нижнего уровня это свойство будет всегда выполнено, потому что он будет состоять из куч размером 1. Мы будем вот все вершинки на нижнем слое рассматривать. В самом деле, какую бы вершинку вы ни взяли, если считать ее кучей, это куча размер 1. Дальше мы пройдем по следующему слою и разрешим возможной неупорядоченности там. Мы рассмотрим все возможные кучи, высота которых не больше двух. Ну, поскольку дерево может быть заполнено не полностью, то есть вот здесь вершин, например, может не быть, тогда вот эта куча имела бы высоту 1, а вот эта куча имела бы высоту 2. Когда мы это сделаем, то у нас появится какое-то количество куч на нижних уровнях нашего бинарного дерева. Мы будем писать операцию восстановления локального порядка так, чтобы она работала, базируясь на условии наличия свойства кучи в левом и правом под деревьях. Когда мы будем идти по нижнему уровню, ну, его можно вообще не рассматривать, потому что там все кучи имеют размер 1. Когда мы поднимемся на уровень выше, то левое под дерево и правое под дерево всегда будут иметь размер 1, ну, или 0. И про них тоже можно сказать, что это куча. Таким образом, мы будем писать рекурсивный алгоритм, который, его корректность может быть доказать по индукции. И важный, важным условием корректности его работы будет являться то, что если на вход ему подать такое бинарное дерево, что его левая часть является кучей и правая часть является кучей, и вся эта структура, все это дерево вырезано из какого-то массива, который отображен на бинарное дерево, тогда мы будем гарантировать, что этот алгоритм разрешит свойства локальной неупорядоченности в вершине этого дерева. Как это можно сделать? На самом деле, мы можем запустить тот самый алгоритм, который мы использовали для восстановления свойства кучи после удаления элемента. Мы перемещали вершину самого конца в вершину кучи и проверяли, выполняется ли свойство для этой вершины, то есть верно ли, что она больше или равна, чем оба ее потомка. Соответственно, мы это можем сделать для вот этой тройки элементов. Выполняем, выполняется, проверяем, выполняется ли это свойство. Ну, здесь должны быть буквы L, N и E. N больше, чем L и E, поэтому N остается на своем месте. Если для букв M, I и P, мы также это проверяем, оказывается, что буквы P больше, чем M и больше, чем I, поэтому мы должны поднять ее наверх. Так проходим по всему слою. Вот. После этого мы поднимаемся на уровень выше. Ну, значит, вот в этой куче мы должны вверх поднять букву X, поскольку она больше, чем T и A. В этом поддереве мы букву R оставляем в корневой позиции. Потом проходим по следующему уровню. Здесь оказывается, что из тройки P, O и N надо P поднять наверх. Но O спускается вниз. Может получиться так, что O меньше, чем один из его потомков. Здесь это условие не выполняется. А вот здесь в аналогичной ситуации выполняется. Мы поднимаем X наверх, S спускается вниз. И потом оказывается, что S меньше, чем T, поэтому S и T надо также поменять местами. Итак, для того, чтобы построить кучу из неупорядоченного массива, нам надо сначала представить, что весь нижний слой это маленький куча размера 1, потом представить, что вверх лежащий слой это куча размера 2 и выполнить там тот же код, который мы использовали для удаления элемента из кучи. Потом подняться еще на один уровень вверх и выполнить операцию восстановления упорядоченности на всех вершинах этого слоя. И так дойти до самого корня. Давайте проанализируем, сколько этот алгоритм будет работать. Его можно записать вот так. Это два вложенных цикла. Внутренний цикл это практически тот же самый код, который вы видели на слайде про операцию удаления. а внешний цикл это запуск этой функции для каждого слоя, кроме последнего. Очень интересно, что нам вот эту внутреннюю функцию надо запускать не для всех вершин, а только для тех вершин, у которых есть хотя бы один потомок. Если наша куча имеет размер n, то мы можем вычислить родителя с максимальным номером, у которого есть хотя бы один потомок. Для этого можно просто n поделить пополам. Смотрите, давайте возьмем кучу и разделим все вершины, которые в ней есть, на две части. Те, которые имеют потомков, а те, которые не имеют потомков. Можно доказать, что количество вершин, которые имеют потомков и не имеют потомков, равны плюс-минус единице. Вот, давайте отмотаем назад, возьмем любую кучу. Сколько здесь всего вершин? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну и плюс 8, 15 штук. При этом 8 являются листовыми, у них нет потомков, а у 7 потомки есть. Какое бы количество вершин вы на нижнем слое не закрывали, закрывая две вершины листовых, вы добавляете одну листовую вершину и таким образом убираете одну листовую вершину. Получается, количество листовых вершин уменьшается на 2, потом увеличивается на 1, и, то есть в сумме уменьшается на 1, и количество узговых вершин уменьшается на 1. Начиная с любой кучи, вы можете, убирая часть нижних элементов, прийти к меньшим кучам, и для них, для всех, можно будет сказать, что количество листовых вершин не больше, чем на единицу, превосходит количество узговых. Поэтому очень интересно, что вот эту функцию восстановления упорядоченности надо запускать только для первой половины. Но важно, что запускать мы ее должны в обратном порядке, потому что для того, чтобы применение функции дало какой-то результат, нам надо, чтобы то дерево, на котором мы ее запускаем, состояло из двух куч. В левом поддереве и в правом поддереве. Чтобы это гарантировать, мы будем идти снизу вверх. То есть от больших значений и от n пополам до единицы. Теперь самый сложный вопрос про этот алгоритм. Здесь в заголовке слайда написано, что он работает за линейное время. Давайте обсудим, почему так получается. Можно в явном виде попробовать выписать его сложность, в худшем случае. В худшем случае каждый внутренний цикл сделает количество операций пропорционально высоте дерева. Верно? На нижнем уровне вы запустите цикл для куч высотой единицы, не больше единицы, потом подниметесь выше, там запустите для куч высотой 2, потом для куч высотой 3 и так далее, пока не дойдете до корня. То есть, с одной стороны, когда вы будете запускать вот этот внутренний цикл для корня, тогда в дереве будет высота алгарифмен. И подобных запусков вы сделаете n пополам. Таким образом, с одной стороны, может показаться, что сложность этого алгоритма можно сверху ограничить n алгарифмен. Но ведь у нас получается количество узлов, для которых мы вызываем эту функцию, тоже каждый раз уменьшается, когда мы вверх идем? Когда вверх идем, увеличивается. А, ширина каждого слоя сокращается в два раза, но деревья при этом становятся выше. Оказывается, для анализа этого алгоритма можно использовать то свойство, что количество узлов всегда уменьшается в два раза. Это означает, что если на каком-то слое вам надо пройти, сделать два шага по дереву, просто потому что его глубина 2, то вы можете сказать, что вы не знаете, в какую из сторон вы пойдете. Поэтому вы можете сказать, что вы каждый из этих шагов можете оставить на том слое. Вы можете его приплюсовать, когда считаете сумму для этого слоя. Итак, мы обсудили простые алгоритмы сортировки, говорили про теоретическую оценку сложности. Теперь вы все знаете, что сортировки, основывающиеся на сравнениях, быстрее, чем n алгоритм мэн, в худшем случае работать не могут. Мы рассмотрели один хороший алгоритм сортировки, который в худшем случае гарантированно работает за время n алгоритм мэн. Сейчас мы будем рассматривать другие алгоритмы, но давайте еще буквально пару слов скажем про сортировку с помощью кучи. Это такой алгоритм, у которого в средний случай по сложности совпадает с худшим, и они составляют ng-грифмэн. И практически во всех ситуациях, какой бы массив вы ни взяли, он будет сортироваться за одно и то же время. Там будет одинаковое количество, ну, в среднем операции сравнения, примерно одинаковое количество операций перемещения. И оно почти всегда будет порядка ng-грифмэн. Может быть, там немножко меньше, но почти всегда так. Единственным частным случаем входных данных, на которых этот алгоритм будет работать быстро, является последовательность, состоящая из одняковых элементов. Поскольку в каком бы порядке вы их ни переместили, куча, имеющая отображение в этот массив, всегда будет кучей. Там всегда свойство порядочности будет выполняться. Вот. Таким образом, можно сказать, что сортировка массива из одних единиц с помощью кучи работает за время lotm. Практического смысла в этом никакого нету, но когда вы будете сравнивать этот алгоритм с другими, которые тоже имеют худшую асимптотику ng-грифмэн, вы должны помнить, что какие-то алгоритмы могут работать в среднем быстрее, а какие-то не могут. Вот. Куча не может. Вот. Мы еще к ней вернемся, наверное, на следующей лекции, когда будем про общее свойство алгоритмов говорить. Вот. Ну, сейчас давайте поговорим про другие алгоритмы. Так. Сейчас мы будем говорить про алгоритмы сортировки слиянием. Следующая картинка полностью отображает то, что мы будем делать, когда будем писать алгоритмы сортировки слиянием. Это один из алгоритмов, который базируется на принципе разделяя в гастуи. Давайте поделим массив на две части или возьмем два упорядоченных массива и объединим их. Процедура объединения очень похожа на решение одной из задач первого модуля, там, где вам надо было найти общие элементы в двух отсортированных последовательностях. Как вы это делали? Есть два подхода к решению этой задачки. Есть подход, который работает за линейное время. Давайте возьмем две последовательности и в каждой из них поставим указатель на первую позицию. Выберем, какой из указателей указывает на меньший из элементов. Тот элемент поместим в выходной массив и извлечем его из соответствующей последовательности. И продолжим процедуру рекурсивно, пока одна из последовательностей не закончится. После этого остаток незакончившейся последовательности скопируем в конец массива результата. На каждой итерации мы можем гарантировать, что мы извлекаем минимальный элемент из каждой из последовательностей, поэтому он является минимальным из множества, которое является объединением элементов обеих последовательностей. Когда одна из последовательностей закончилась, это означает, что любой элемент из остатка второй последовательности превосходит все те элементы, которые мы уже вставили в массив объединения. Получается такой алгоритм, который в случае, если взять две последовательности, в одной будут четные числа, в другой нечетные, будет складывать из двух разных массивов, так что они остановят свой исходный порядок, будут идти по одному. Если вы возьмете два массива в одном, скажем, все единицы, во втором все двойки, тогда они сложатся немножко не так. Это будет выглядеть как сначала все зубчики снизу, вот здесь, потом все зубчики сверху, вот здесь. Давайте посмотрим на код, который это делает. Вариантов можно написать много, все они будут работать примерно одинаково. Мы организуем цикл, сначала выставляя два указателя. на начало последовательности. Очень важный момент, что если элементы одинаковые, то нам нужно определить, из какой последовательности мы будем копировать элемент первым. Если обычное, когда вам дают два массива и просят выписать элементы в порядке возрастания, которые идут из обоих массивов, то если два элемента совпадают, один находится в первом, другой во втором массиве, то, наверное, вы первым выпишите тот элемент, который идет в первом массиве. Оказывается, что если делать так, тогда получается алгоритм с замечательными свойствами, которые помогут нам немножко дальше. Свойство называется стабильность, стабильность алгоритма, которая позволяет нам гарантировать, что если два элемента одинаковые, тогда их относительный порядок после сортировки изменен не будет. Когда мы будем говорить про разрядные сортировки, это свойство нам сильно понадобится. Оказывается, что алгоритм сортировки слиянием в любой реализации, практически в любой реализации, таким свойством обладает, и это очень полезно. Итак, мы организуем цикл, начинаем со значений указателей 0, далее выбираем, из какой последовательности надо извлекать элемент. Если элемент из а меньше, но на самом деле здесь хорошо бы написать меньше или равен, тогда мы копируем элементы за c. Поскольку на каждом шаге мы вынимаем ровно один элемент либо из первой последовательности, либо из второй, то мы можем не хранить еще один индекс для того, чтобы знать, по какому адресу нам надо записывать результат. Мы в качестве индекса можем брать просто сумму индексов i, g, потому что мы знаем, что в массив результата мы записали ровно столько элементов, чему равна сумма i плюс g. И следующий элемент будет иметь адрес, который равен этому количеству. Вот. Соответственно, если мы хотим извлечь элементы из последовательности a, то мы увеличиваем первый индекс. Если мы хотим извлечь элементы из последовательности b, мы увеличим второй индекс. Делать это мы можем до тех пор, пока одна из двух этих последовательностей не закончится. Как только одна из них закончилась, это означает, что вторая, возможно, содержит какие-то элементы. Более того, можно доказать, что если исходно две последовательности были не пустые, тогда вторая последовательность будет содержать хотя бы один элемент. Это можно написать цикл, который копирует все элементы из второй последовательности. Скажите, пожалуйста, нужен ли вот этот условный оператор? Нужно ли нам проверять, какая последовательность закончилась? Да, тут очень-очень интересно, что мы можем написать сначала цикл копирования с выбором, из a или из b копировать, а затем скопировать весь остаток a и весь остаток b. На самом деле неважно, в каком порядке, потому что, возможно, только одна из опций. Либо в a что-то осталось, либо в b что-то осталось. Поэтому скопируете вы сначала пустоту, потом что-то, или сначала что-то, потом пустоту, абсолютно неважно. Поэтому вот этот условный оператор здесь можно исключить. Давайте подумаем, как долго эта штука будет работать. Да, конечно, o от n. Поскольку наш алгоритм состоит из нескольких циклов, внутри каждой итерации этих циклов делается всего одна операция, одна операция копирования. И суммарное количество итераций всех циклов в точности равна количеству элементов в этих циклах. Но эти рассуждения верны для количества копирований. Количество сравнений, тем не менее, может отличаться. Чему же будет равно количество сравнений в худшем и в лучшем случаях для этого алгоритма? В лучшем от n, а в худшем n-квадрат или нет? Нет, n-квадрат оно быть не может, и можно доказать, что сверху количество сравнений ограничено количеством операций копирования. Потому что сравнения делаются только внутри итераций первого цикла, а в двух последующих циклах сравнений нет. Поэтому, поскольку на одну итерацию приходится максимум одно сравнение, вы можете сказать, что количество сравнений меньше или равно количеству копирований в этом алгоритме. Другой вопрос — как можно подобрать последовательности и как можно подобрать их размеры и состав так, чтобы получать существенно разное количество копирований и количество сравнений. В лучшем случае это минимальная длина из одной последовательности? Пока одна из последовательностей не закончится. Да, то есть минимальная длина? А в худшем случае? А в худшем случае? Да. Ну, тут можно доказать, что худшее, то есть наибольшее количество сравнений, которое здесь будет достигнуто, хотя бы на единицу меньше, чем количество операций копирования, которое вам придется сделать. Но это в случае, если последовательности не пустые. Если не пустые, то и там будет ноль. Потому что из этого цикла вы не можете выйти так, чтобы одновременно выполнялись условия i равно длина a и g равно длина b. Таким образом эти рассуждения верны с точностью до единицы, но это очень хорошо. Итак, можно придумать два крайних случая. Один крайний случай, когда у вас есть два массива в первом все единицы, во втором все двойки, и вы, например, берете разное количество единиц. Мало единиц, много единиц. В этом случае вы будете сначала извлекать все единицы, то есть брать все элементы из первого массива, и как только он закончится, потом приступать к изъятию элементов из второго массива. Таким образом длина, длительность вот этого внутреннего цикла будет равна размеру маленького массива, который содержит единицы. Если вы возьмете большим, получится плохо, алгоритм будет работать дольше. А в худшем случае вам надо взять два одинаковых массива. В первый положить, например, натуральные числа по возрастанию, и во второй те же самые натуральные числа по возрастанию. В таком случае вы будете сначала брать всегда элементы с первого массива, потом точно такой же извлекать из второго массива, из первого и второго. Оказывается, что в лучшем случае оценка сложности это минимальная из n и m, а в худшем случае это m плюс m по количеству операций сравнения. Задача о слиянии двух массивов интересная, и ее решение сильно влияет на оценку сложности алгоритма сортировки, которые базируются на сравнениях, в смысле, вообще на оценку сложности таких алгоритмов. Есть другое решение, которое часто применяют в случае, когда размеры массива существенно разнятся. У вас в одном из вариантов такая задачка была в первом модуле под номером 3. Там нужно было для каждого элемента из одного массива найти позицию вставки во втором массиве. На самом деле, эта задачка эквивалентна тому, что мы сейчас рассматриваем в случае, если один массив сильно большой, а второй маленький. Оказывается, можно найти оптимальное соотношение длин массивов, когда соотношение длин меньше этого оптимального соотношения. Не выгодно запускать вот этот алгоритм, а когда оно больше, тогда выгодно запускать алгоритм, базирующийся на бинарном поиске. Или бинарном поиске с предварительным поиском интервала, на котором надо искать нужный элемент. В большинстве случаев достаточно написать вот этот алгоритм. Он, по крайней мере, при решении задачки о сортировке с влиянием, он гарантирует оптимальную сложность. Но в случае, если вам надо объединять два массива, размеры которых сильно разнятся, то вы можете использовать binary search. Соответственно, этот алгоритм дает оценку сложности n плюс m. Сейчас, секунду. А второй алгоритм дает оценку сложности n умножить на алгоритм m или m умножить на алгоритм m. Давайте считать, что n сильно больше, чем m. Ну, тогда будем идти по малому массиву, а бинарным поиском искать по большому массиву. Внимание, вопрос, как найти соотношение n и m, при которых возникает равенство. Ну, вы можете решить это уравнение. То есть взять, например, зафиксировать одну из этих величин, например, зафиксировать n и найти такое m, при которых возникает равенство. Соответственно, это достаточно маленькое значение. Вот. И если вы нарисуете график n, m и захотите на этом графике обозначить область, где выгодно такой алгоритм применять и где такой, тогда получится, что практически на всей области надо применять алгоритм, работающий за линейное время. Но лишь при каких-то экстремальных значениях будет выгодно применять алгоритм, базирующийся на binary search. Но, тем не менее, такие ситуации встречаются. Есть ли у вас вопросы про слияние? Хорошо. Теперь, когда у нас есть такой мощный инструмент, мы можем попробовать с его помощью написать алгоритм сортировки. Существует два подхода к описанию сортировки слиянием. Один восходящий, другой нисходящий. На самом деле мы в обоих подходах будем объединять массивы, начиная с самых малых возможных размеров, последовательно получая сортированные массивы все больших и больших размеров. Поскольку мы знаем, что любой массив размера 1 отсортирован, мы можем взять два любых числа, объединить их вот этим алгоритмом слияния и получить массив размера 2. Мы так можем делать с маленькими массивчиками в любом порядке. Восходящий и нисходящий подходы отличаются друг от друга тем, как этот порядок отличается, как он организуется. Нисходящий подход написать немножко легче, он имеет простую рекурсивную реализацию. Для этого вам достаточно вызвать функцию, в этой функции найти середину массива, разделить массив на две части, вызвать операцию сортировки слиянием для первой части, потом вызвать для второй части, а потом результат упорядочения первой и второй части уже объединить функции слияния. Код получается очень простой. Для начала вам надо, для того чтобы не уйти в бесконечную рекурсию, сказать, что любой массив размера 0 и 1 уже упорядочен. Для этого вы до всех значений переменной size меньше 2 возвращаете управление с функцией. Затем вы сортируете левую половину. Когда вы говорите про половину от какого-то целого числа, можно говорить про меньшую и большую половину, или про левую и правую половину. То есть левая и правая половинки здесь будут немножко отличаться по размеру. И если вам в целочисленной арифметике нужно такое значение, как размер левой половинки или размер правой половинки, то, пожалуйста, вычисляйте их так, чтобы случайно не потерять центральный элемент. Потому что если вы возьмете какое-нибудь нечетное число, например, 13, поделите его на 2, то вы получите значение 6. Вот. Соответственно, если вы возьмете 6 элементов слева, 6 элементов справа, у вас останется серединка, которая ни к левой, ни к правой половинке не присоединяется. Вот. Не теряйте серединку и считайте значение длин корректным. Таким образом, если мы пишем сигнатуру функции сортировки так, что она принимает указательное начало массива, затем количество элементов, затем буфер, в который надо поместить результат сортировки, то для левой половинки мы передаем то же самое значение начала массива. в качестве размера массива передаем размер массива пополам, а для второй половинки передаем то место, где заканчивается первая половинка массива, как начало, и то, что останется от массива, когда мы отрежем от него первую половинку. После этого мы запускаем функцию merge, и у этого алгоритма есть одна неприятная особенность — он требует дополнительной памяти. Все алгоритмы, которые мы рассматривали до этого, работали только с той памятью, которую вы передали вместе с данными, которые нужно упорядочить. Про такие алгоритмы часто говорят, что они работают in place, или они обладают свойством локальности. Говорят, локальная сортировка, если этот алгоритм не требует выделения памяти на кучу. Вот. Этот алгоритм таким свойством не обладает, и более того, после того, как вы объединяете два массива, результат оказывается записан в какой-то другой буфер, поэтому его надо назад скопировать. Вот. Можно сделать некоторые оптимизации, чтобы на это не приходилось тратить время, или тратить на это время меньше, но в любом случае для того, чтобы алгоритм на N64 отработал, вам нужен какой-то дополнительный буфер, наверное, размера, совпадающего с размером исходных данных. Вот. Можно решить ту же самую задачку, но по-другому. Не обязательно писать рекурсивный алгоритм. Вы можете сказать, что вы строите некое дерево на ваших данных, так что листочки этого дерева — это массивы размера 1. Дерево будет бинарное. Давайте возьмем исходный массив и скажем, что все элементы этого массива — это маленькие массивчики размера 1. Потом будем по парам брать эти маленькие массивы и объединять их функции merge. После того, как мы один раз пройдем по всем массивам, мы получим некое множество массивов размером 2. Ну, естественно, надо помнить про то, что не все массивы могут объединиться в пары, и может остаться какой-то маленький массивчик размера 1. Про него мы забывать не будем. Вот. С ним, наверное, ничего не нужно делать. Его нужно просто объединять потом на следующей итерации с массивом размера 2. На следующей итерации пробежимся по всем массивам размера 2, объединим их в массивы размера 4 и так далее. На последней итерации объединим 2 больших массива и получим большой сортированный массив. Когда вы будете писать вот этот алгоритм, такая, возможно, у вас будет ситуация, когда вы объединяете 2 массива существенно разных размеров. Но можно доказать, что если здесь вы используете тот алгоритм слияния, который мы написали, то он будет работать все равно с достаточно хорошей оценкой сложности. То есть, наверное, здесь binary research писать не надо, но если вы напишете, это позволит чуть-чуть улучшить время работы. Но несущественно. То есть от сложности n-gariffman к сложности n вы все равно не перейдете. Вот поэтому здесь его можно не использовать. Эти два подхода, в смысле нисходящий подход и восходящий, похожи, но, тем не менее, работают немножко по-разному. Они оба обладают свойством стабильности, оба требуют дополнительной памяти, но, оказывается, у них немножко разная производительность. Плюс восходящий подход немножко ручше, поскольку он допускает немножко больше оптимизаций. Давайте посмотрим на код, как это можно сделать. Здесь немножко больше кода. Вам может показаться, что этот алгоритм сложнее, но на самом деле это не так, поскольку эта функция нерекурсивная. Если нисходящий подход написать в нерекурсивном виде, то кода будет примерно столько же. Итак, что здесь есть? Мы по слоям идем по массиву, по множеству массивов, по множеству разбиений нашего исходного массива на массивчике размера 1, 2, 4 и так далее. И мы будем в качестве переменной цикла использовать переменный размер кусочка, который инициализируем значением 1. На каждой итерации мы это значение будем увеличивать в два раза. Как только размер кусочка превысит весь массив, мы скажем, ну, а что будет, если я кусочек размера n солью с кусочком размера 0? Наверное, ничего не случится, поэтому мы можем выйти из цикла и утверждать, что наш кусочек уже отсортирован. Внутри каждой итерации этого цикла мы будем бежать с начала массива частями, каждый из которых имеет размер кусочка умножить на 2. Размер кусочка — это chunk size, а прыгать мы будем через два кусочка. И каждые два кусочка будем объединять между собой. Но, оказывается, делать это надо не всегда, а только в тех случаях, если, во-первых, у нас есть второй кусочек ненулевого размера, потому что мы можем добежать до конца массива, а останется, что… окажется, что в конце массива помещается только один кусочек, и объединять его не с чем. Вот. Это один момент. Второй момент — то, что если мы добежали до конца массива, там остался какой-то кусочек, и этот кусочек имеет размер меньше, чем chunk size, то надо объединять не два одинаковых кусочка, а два кусочка немножко разной длины. Поэтому размер второго кусочка здесь надо дополнительно вычислять. Вот. И в самом конце надо не забыть из буфера данные скопировать обратно. Вот. Оказывается, что этот алгоритм можно ускорить. Во-первых, можно вот это копирование не делать или почти никогда его не делать, потому что можно сказать, что у вас есть два буфера, и когда вы сливаете массивы, размеры которых есть два в четной степени, вы будете копировать из исходного буфера во временный. А когда степень четная, то обратно. Вот. Чтобы так сделать, достаточно вместо вот этого копирования им просто менять местами указатели даты и буфер. Вот. И это копирование на самом деле придется делать только в том случае, если количество итераций внешнего цикла будет нечетным. То есть если у вас было два элемента в исходном массиве, вам пришлось слить два массивчика размером единицы. Вы их сливаете, потом надо скопировать что-то обратно. А если у вас исходный массив был размера 3 или 4, тогда вы сливаете сначала массивчики размера 1, а когда сливаете массивчики размера 2, вы данные записываете в исходный массив. Вот. Оказывается, такая оптимизация позволяет почти в два раза сэкономить количество копирований. Так. А есть ли у вас вопросы про сортировку слиянием? Да. Собственно, есть ускорение. Вместо того, чтобы… Копировать элементы из массива буфер в массив data вы можете просто поменять местами указателя. Но тут возникает дополнительная сложность, что надо не забыть про последние два кусочка, которые могут ни с чем не объединиться, их надо обработать корректно. Поэтому все-таки небольшой кусочек лишних действий мы делаем. Вот. И в случае, если вы меняете местами элементы, если вы делаете это четное количество раз, тогда в итоге вам не надо менять данные местами. Если вы делаете нечетное количество раз, не забудь вернуть, записать данные в тот массив, откуда вы их взяли. В принципе, алгоритм, основанный на слиянии массивов по 2, достаточен для того, чтобы написать хороший алгоритм сортировки. Можно посмотреть на его оценки сложности и доказать, что вы получаете оптимальную оценку асимптотическую. То есть можно доказать, что алгоритм будет работать не хуже, чем N-algorithm N по основанию 2. Вот. Это будет верно как по количеству операций копирования, так и по количеству операций сравнения. Вот. Но в некоторых случаях оказывается полезно использовать алгоритмы, которые позволяют сливать массивы не по 2, а, например, по 4, по 10 и, может быть, большее количество массивов одновременно. Ну, самый простой такой алгоритм можно написать, если у вас уже есть алгоритм слияния массивов по 2. Можете сказать, что, допустим, у вас есть N массивов. Возьмете сначала первую пару объедините, вторую пару объедините и так далее. В итоге все объедините в один массив. Вот. Но у такого подхода есть недостаток, что если массивы очень большие, то вам придется их много записывать в память, потом много читать из памяти. И в ряде случаев операции записи и чтения оказываются дорогими, и для таких случаев можно использовать капотевое слияние. Например, если вы хотите отсортировать какой-то файл, который не помещается в оперативной памяти компьютера. Ну, сейчас оперативной памяти обычно много, но, тем не менее, такая задача может возникнуть. Ну, например, если вы геномные данные возьмете, они сколько-то, может, гигабайт 4 занимают. На старой машине они не поместятся. Если хочется их все-таки отсортировать, то это может казаться нетривиальной задачей. Или если вы какие-нибудь сырые данные с секвенатора возьмете, их тоже просто так в память записать нельзя. Там может быть 30 гигабайт. Вот у меня, например, не поместится. Как же можно это сделать? Я хочу рассказать про два алгоритма. Один будет основан на том, что мы будем строить кучу из отсортированных массивов. Другой будет основан на том, что мы будем строить дерево, которое повторяет структуру дерева сравнений. Примерно ту, которую мы рисовали на самом первом слайде в начале лекции. Итак, давайте рассмотрим алгоритм, который работает с помощью кучи. Давайте скажем, что мы можем не только добавлять элемент в кучу или удалять элемент из кучи, также добавим операцию редактирования корневого элемента в куче. Если у нас есть куча, и на ее вершине записан какой-то элемент, и мы изменяем его значение, например, можем его увеличить или уменьшить, то если мы значение увеличим, тогда мы можем гарантировать, что куча останется кучей. А если мы его уменьшим, тогда, возможно, мы создадим какую-то неупорядоченность между вершиной и одним из его потомков. Что в этом случае можно сделать? Можно запустить ту же самую операцию восстановления порядка, которую мы использовали, когда удаляли элементы из кучи. Просто нам не надо удалять элементы из кучи, нам надо просто посмотреть, больше элемент, чему был, потомка или нет. Если нет, то поменять с одним из потомков местами и так далее. Теперь давайте будем говорить, что в кучу мы кладем не отдельные числа, а отсортированные массивы. В такой куче будем говорить, что один элемент больше другого. Если элемент на вершине этого отсортированного массива или в начале этого отсортированного массива меньше, чем в другом таком массиве, то, соответственно, массив меньше. Построим кучу из массивов так, чтобы на вершине кучи оказался тот массив, у которого первый элемент самый маленький. Поскольку все массивы отсортированы, то, соответственно, мы можем сказать, что этот массив, этот элемент самый маленький из списка, лежащего на вершине кучи, оказывается самый маленький вообще во всей последовательности. Поэтому мы его можем извлечь. Далее мы должны проверить, не нарушивая свойства упорядоченности кучи из оставшихся массивов. Для этого мы сравниваем второй элемент вот этого головного списка со всеми остальными. С первыми элементами его потомков. И продолжаем так делать до тех пор, пока список на голове кучи не закончится. Если он закончится, тогда нам при извлечении последнего элемента нужно сделать операцию аналогичной извлечению элемента из кучи. Проиллюстрировать это можно следующим образом. Давайте составим кучу. Здесь элементы отсортированы в каждом списке по убыванию. И в куче самый большой элемент является вершиной. Таким образом, мы можем взять первый элемент списка из кучи, извлечь его и сказать, что это самый большой элемент во всей последовательности. То есть, когда мы его извлекаем, в куче оказывается... В списке оказывается один элемент U. Элемент U оказывается меньше, чем V, поэтому их надо будет поменять местами. И вот этот список в итоге станет в голову. Это означает, что следующий элемент мы опять извлечем из головного списка. Это будет элемент V. Потом следующий элемент Q окажется снова меньше, чем S и снова меньше, чем U. Ее оказывается больше, поэтому список из U обратно вернется на вершину кучи. Можно доказать, что этот алгоритм даст вам в данном случае не возрастающую последовательность. Вы можете доказать, что она строго убывает, поскольку все элементы различны. А в случае, если куча будет упорядочена по-другому и каждый список в куче будет упорядочен по возрастанию, тогда у вас будет возрастающая последовательность. Теперь давайте подумаем, как быстро будет работать этот алгоритм. Давайте сначала скажем, чему равны размеры списков и размер кучи. У нас есть всего N элементов, суммарное количество элементов во всей последовательности, и количество списков не больше, чем K. То есть мы говорим про K-путевое слияние какого-то объема данных, который в сумме содержит N записей. Итак, есть N точек и есть куча размера K. На извлечение каждого элемента вам в худшем случае придется потратить алгоритм K-операции, потому что в худшем случае придется поменять порядок в куче до самого нижнего элемента. То есть по какой-то ветке, спускающейся до самого... до одного из листовых узлов куч придется пройтись. Вот. И вы можете подобрать данные таким образом, чтобы K было сильно меньше, чем N. Вы можете пересортировать данные по спискам так, чтобы вам каждый раз приходилось пересортировать всю кучу. Но суммарное количество извлечений из этой сложной структуры, которую вы сделаете, не будет превосходить N. Это означает, что оценка сверху — это N умножить на алгоритм K. Оказывается, что от сортированной списки вы можете получить другим алгоритмом сортировки слиянием или любым другим алгоритмом сортировки, для которого лучшая оценка сложности — тоже N, где N — размер каждого маленького списочка. Если мы посчитаем, что размеры всех списков одинаковые, таким образом мы можем посчитать нижнюю оценку времени, которую мы можем потратить для того, чтобы эти отсортированные массивчики получить. Итак, у нас есть много массивчиков, суммарный размер которых равен N, и всего массивчиков K штук. Это означает, что каждый массивчик имеет размер N делить на K. И всего K штук. Но для того, чтобы каждый такой маленький массивчик отсортировать, нам надо потратить хотя бы время N логарифм N, где N — размер маленького массивчика. Таким образом, суммарное время, которое будет потрачено на подготовку всех этих маленьких отсортированных массивов, если вам вначале дан какой-то большой не отсортированный блок, будет в лучшем случае N делить на K умножить на алгоритм от N делить на K. Поскольку таких массивчиков K штук, поэтому вот этот множитель на самом деле будет равен N, поскольку мы считаем суммарное время на весь объем данных. Получается, что вы можете написать алгоритм сортировки, который вначале работает одним способом, а потом в конце завершается капотевым слиянием. И сложность между этими двумя этапами будет распределена таким способом. Сначала вы потратите какое-то время на подготовку отсортированных массивов, затем вы эти массивы объедините. И вот эти два слагаемые отличаются только алгоритмическим множителем. А множитель N тут одинаковый. Интересно посмотреть на тот случай, когда сложность этих двух этапов будет одинаковая. То есть как это вычислить? Надо написать уравнение алгоритм K по основанию 2 равен алгоритму N делить на K по основанию 2. Ну алгоритмы можно отбросить. Получится K равно N делить на K. Оказывается, что если вы будете делить все на кусочки размера корень из N, тогда K будет равно N делить на K. И время, которое вы потратите на то, чтобы подготовить эти маленькие отсортированные кусочки, будет в точности равно времени, которое вы потратите на K путевое слияние этих кусочков. То есть давайте посмотрим на какие-нибудь конкретные числа. Допустим, у вас есть миллион записей, да. Вопрос, а это будет оптимальный лист пополамки? Может быть, ну, как найти оптимальное соотношение NK? Обязательно пополамки или что-то? Идея в том, что какой бы вы K ни выбрали, лучшая оценка остается прежней. То есть можно строго доказать, что написать алгоритм, базирующийся на сравнениях, быстрее, чем за N алгоритм N, невозможно. Я говорил сейчас только про асимптотические оценки, поэтому здесь могут быть какие-то немножко разные множители. Но в среднем получается так, что суммарная сложность не будет зависеть от K. Ну, давайте найдем сумму этих выражений. Это будет равно N умножить на алгоритм K плюс алгоритм N делить на K. Это другое замечательное свойство. Вот, сумма алгоритмов равна алгоритм произведения, верно? Получается, это можно переписать как N умножить на алгоритм K умножить на N делить на K. K сокращаем, получается N алгоритм N. Вот. То есть невозможно выиграть за счет того, что вы будете сливать не по 2 части, а по 4 или по 10 или как-то по-другому. Но невозможно выиграть в количестве операций сравнения. А вот в количестве операций записи выиграть можно, потому что тот алгоритм, который я сказал на базе Kучia, каждый элемент будет записывать всего один раз в выходную последовательность. И вот когда вы посчитаете соотношение количества операций записи, тогда получится выигрыш. Потому что если вам надо будет запустить несколько попарных сливаний, то то, сколько сливаний вы на каждый элемент данных запустите, будет как раз составлять сложность алгоритма. А в данном случае каждый элемент из списка извлекается ровно один раз. Таким образом, если у вас есть задачка, которая дорого стоит, потому что вам надо долго писать, например, данные на диск, например, вы берете много файлов с диска, читаете одновременно и пытаетесь записать финальную последовательность объединенную. Ее тоже можете записать только на диск, потому что памяти очень мало. Оказывается, такая операция может каждый файл прочитать один раз. А если вам придется объединять файлы по парам, тогда вам придется сделать большее количество операций с диском, просто большее количество раз записать всю последовательность на диск и большее количество раз считать ее с диска. А здесь это происходит один раз. Поэтому выиграть можно, но не за счет оптимизации количества операций сравнения, а только за счет оптимизации количества копирований. То, что в итоге получается NgoG, крайне важно. И когда вы говорите про оптимальное k, то оптимальным k может быть в том смысле, что можно найти такой k, чтобы вот эти данные, которые нужны для работы этого алгоритма, все-таки помещались в память. Такой k посчитать можно. Например, вы можете быстро читать с диска кусочками по 4 килобайта. Быстрее читать кусочками по меньшего размера не получится. Поэтому вы можете посчитать, сколько списков вы можете сливать одновременно, если у вас есть какой-то заданный объем памяти, например, гигабайт. Сколько 4-килобайтных кусочков влезет в мегабайт или в гигабайт? Столько списков одновременно будет эффективно сливать. Большее количество не получится сливать. Вам придется тратить больше времени на работу с диском. Но этот материал не понадобится для решения задачек. Он скорее нужен для ответа на вопрос, зачем вообще люди это делают. В стандартной утилите сорт, который есть в каждом линуксе, есть режим капучевого слияния. И k можно выбирать достаточно большим. Тысяча точно работает. Есть еще второй подход, сделать капучевое слияние. Вы можете строить не кучу, вы можете строить дерево сравнений. В таком случае, сейчас, секунду. Вы можете отсортированные списки положить в листовые вершины дерева. И в каждой узловой вершине выбирать того потомка, на вершине которого лежит меньший или больший элемент. В данном случае списки нарисованы по убыванию, поэтому здесь мы выбираем больший элемент. Сначала мы на самом нижнем слое определяемся, какой из вечерних списков больше. На следующем слое определяемся, кто из родителей был больше и так далее. И в самой верхней вершине оказывается указатель на голову списка, в которой лежит самый большой элемент. Поскольку все списки отсортированы здесь по убыванию, то мы можем заключить этот элемент в самой большой во всей последовательности, во всем объеме данных. Когда мы хотим извлечь элемент, мы извлекаем элемент из соответствующего списка и проходимся по всем указателям из вершины дерева. И перевычисляем значение указателя на следующий список, который теперь будет содержать самый большой элемент. То есть если мы исключаем x, то нам надо будет перевычислить значение вот здесь. здесь будет новым значением v, потому что v больше, чем u. Здесь надо будет выбрать между t и v, опять v больше. Здесь надо будет выбрать между v и s, опять v больше. Так был этот список, теперь стал этот список. Этот алгоритм в оценке сложности ведет себя точно так же, как предыдущий. То есть зная количество листовых вершин дерева, вы можете сделать заключение о его высоте, если вы дерево строите оптимально. То есть если у вас есть n списков или если у вас есть k списков, тогда дерево будет иметь высоту не больше, чем алгоритм k по основанию 2. На извлечение каждого элемента вам надо потратить такое же время, как в предыдущем алгоритме. Вам нужно пробежаться по всему дереву решений вниз. То есть потратить не больше, чем алгоритм k операций. И всего таких операций в худшем случае надо будет сделать не больше, чем n, где n — это суммарное количество записей во всем объеме данных. Продолжение следует...